Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мой парень работает печенью под рулём в городе, соответственно весь свой рабочий день проводит на улице, где он видит очень много проходящих мимо красивых девушек, а летом так вообще девочки в мини-юбках и платьях. Если вы чего, я думаю, что у него происходит автоматическое неосознанное обесценивание меня, что может привести к проблемам в отношениях. Я сижу в офисе, где вижу одни и те же лица, думаю о нём хочу увидеться с ним, но он устаёт после работы и не приходит ко мне. Поэтому моя ревность ещё сильная увеличивается и злость к нему. Скажите, как быть в этой ситуации? Ну, начнём с того, что определим, как вы сами относитесь к своей ревности и злости. Считается ли вы это проблемой или нет. Вот. Это первое. То есть как бы. А если вы, если вы считаете это проблемой, да? Вот. Если вы считаете это проблемой, то это одно. То есть это можно и нужно, как бы, ну решать, да? Это можно и нужно решать. Если вы считаете это проблемой. А если вы не считаете это проблемой, то в таком случае, ну решать просто принимать вам, грубо говоря, человека, да, принимать вам этого вот, ну как бы, мужчину вот в такой реальности, в какой он живёт, да? Вот. 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 И в ней нет. Мы сами выбрали его. Мы сами выбрали, чтобы не быть, грубо говоря, и знаете, какой образ жизни у него. Так что, давай это вам и решать. Значит, если вы считаете ревность и злость проблемой, то стоит указать на еще одну вещь, которая связана с тем, что вы как будто бы недовольны своей работой. То есть как будто бы вы не чувствуете себя, ну скажем так, реализующейся в том, что делается. Как будто бы вы не ощущаете себя раскрывающейся в том, что вы делаете. Как будто бы вы не чувствуете себя развивающейся в этом. То есть ваша жизнь вам не особенно интересна. Проблема ревности действительно связана с самооценкой и страхами, ну и с негативным, травматическим опытом, который может быть у человека, у вас, например. Но в то же время это не связано напрямую с отношениями. То есть человек попадает в отношения уже, будучи, ну будучи таким, будучи находящимся в данной проблематике. То есть это у вас было до отношений с мужчиной. Вот у вас уже это было просто, а отношения это как-то раскрыли, как-то показали этот момент. И всё, и всё, вот. И теперь вы это видите более наглядно. И пытаетесь с этим бороться, вот. Значит, на что я хотел бы указать здесь. Вот вы говорите, значит, он каждый день на улице и мимо него, значит, проходит, как вы пишете, где он видит очень много мимо проходящих красивых девушек. Почему вы из всего потока людей выделяете только красивых девушек? Он может быть и видит красивых девушек, он видит других людей тоже. Почему вы выделяете их? Вы боитесь проблем в отношениях? А что они для вас? Что для вас проблемы в отношениях? Что это такое? Чем для вас это, ну, страшно? Чем для вас это, ну, неприятно? И так далее. Вот. Чем вы, ну, из-за чего вы боитесь этого? Вот. Боитесь одна остаться? Боитесь, что бросит вас? И так далее. Это вот очень важный момент, на который хотелось бы, ну, ваше внимание обратить. Вот так вот потихонечку, потихонечку, потихонечку вы придете к пониманию того, что для вас является проблематикой и что является болью. А дальше уже можно будет подобрать нашу коррекцию, да, и корректировать ваши отношения. Еще одним моментом важным является то, что вы воспринимаете себя и других девушек. А также своего молодого человека как предмет материальный больше, то есть как материальную ценность. обесценивая духовное, обесценивая личностно и демонстрируя тем, демонстрируя то, что отношения, скорее всего, вы выстраиваете не то, чтобы очень глубокие. Вот, то есть вот просто попробуйте ответить на вопрос, что вас объединяет с вашим парнем. Что между вами общего? Что вас связывает, да? Вот просто попробуйте ответить на этот вопрос. Вот, что вас объединяет, что между вами общего? Когда люди видят друг в друге личности, проблема ревности не встает. Она просто не возникает. Потому что мы относимся с уважением как к себе, так и к партнеру. И здесь одно из двух. Либо вы не уважаете себя, либо партнера. Ну, нельзя уважать себя, точнее нельзя не уважать себя и уважать другого. Поэтому, если вы не уважаете себя, вы автоматически, автоматически не уважаете человека. Вот. Можно, на мой взгляд, не уважать другого, но уважать себя. Но, так опять же, тогда мы относимся к человеку как к средству. Это тоже важно понимать. На этом все. Всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого хорошего. Обращайтесь.